Здравствуйте! С вами очередной выпуск новостей активизма команды Активатики. 20 декабря в России прошел День работника госбезопасности, то есть День чекиста. Удивительная вообще страна Россия. Я не знаю другой такой страны на планете, чтобы отмечали День палачей, угробивших миллионы невинных жителей. Трагедия нашей с вами Родины состоит в том, что 100 лет назад власть в ней захватили люди, которые так и называли свою деятельность. Красный террор. Даже газету такую выпускали. Ну и, собственно говоря, результат этой деятельности был очень печальный. Это миллионы загубленных жизней, это расстрелянные, это репрессированные. Самое главное – изменение поведения людей, которые не то что защищать свои права, а жить боялись и выживали только безинициативные овощи, как их называл Солженицын. Наиболее адекватно День чекиста отметила Маша Алёхина, которая развернула у здания ФСБ плакат «С днём рождения палачи». Ну, в лучших традициях чекистов Маша была задержана, и теперь её заставляют отработать 40 часов. Вместе с Машей были задержаны фотографы Андрей Золотов и Денис Бочкарёв. Золотова позднее отпустили. Продолжается акция протеста дальнобойщиков против системы Платон, стартовавшая 15 декабря. Десятки городов участвуют в этой акции по всей России. Акция докатилась и до Приморья. И 24 декабря на острове Русский 150 участников примут участие в автопробеге. В Санкт-Петербурге накат между Мурманским шоссе и Вантовым мостом стоит лагерь дальнобойщиков, протестующих против системы Платон. Это часть российской стачки. На кат стоит не менее 17 фур, и новые фуры приезжают и присоединяются к акции. А в Тульской области на выходе из своих домов задержаны двое дальнобойщиков – Андрей Веденин и Александр Колдак. Обоими гражданскими активистами занимается Центр по борьбе с экстремизмом. Власти не дремлют и борются против дальнобойщиков. Большинство Кавказских республик не остались в стороне от всероссийской акции протеста против системы Платон. Дальнобойщики не выходят на рейсы в знак поддержки своих коллег из других регионов. А 16 декабря в Москве прошло шествие, в котором приняли участие сотни москвичей. Это шествие было вместе с депутатом Мосгордумы Еленой Шуваловой, и москвичи прошлись по улицам города с зелеными ветками в руках. Они таким образом выражали свой протест против застройки зеленых зон, всевозможными строительными, авантюрными застройками. И еще они выражали свой протест против мэра Собянина. Участники акции подписали обращение к Владимиру Путину с просьбой выразить недоверие мэру Москвы Собянину. Жители Москвы продолжают отбиваться и, прямо скажем, с успехом от подарка мэра от программы реновации по сносу домов. И недавно такая важная победа была одержана в Тушинском районном суде. Это произошло 19 декабря. Жителям района Тушина удалось отстоять дом номер 76 по улице Новопоселковая. Дом этот совершенно нормальный, крепкий. Он был построен силами работников завода в Тушино еще в советские времена. И этот дом может простоять еще несколько десятков лет совершенно нормально. Большинство жителей дома были против реновации, так называемой, против сноса собственного дома. Они провели собрание и большинство постановило дом сохранить. Но, к сожалению, власти решили воспользоваться старым методом разделяя и влавствуй. И они разделили жителей. Управа и товарищи из жилищника, представители жилищника, вышли на жителей дома, которые наслушались цивилизионной пропаганды, и подговорили их провести еще одно собрание, на котором выступить за снос дома. Таким образом получилось вот два таких протокола. С этими протоколами жители обратились в суд и, слава богу, победили 19 декабря в суде жители, которые боролись против сноса собственного дома. Жительница дома Анна Шапошникова так продекомментировала ситуацию. Начало цитаты. Важно, что дом сохранен. Эмоционально это очень тяжело, ведь мы с ответчиками продолжаем быть соседями, продолжаем ходить по улице мимо друг друга. Если раньше были добрососедские отношения между нами, а теперь получается, что мы поссорились. И это моя существенная претензия к программе реновации, что людей перессорили. Принцип разделяя и влавствуй известен был еще со времен Древнего Рима. Но когда же мы перестанем вестись на эти провокации и перестанем ссориться друг с другом, еще одну важную победу одержали в Калининграде. Жители Пионерского в Калининградской области после активной кампании в защиту родного края и многочисленных митингов и акций протеста смогли добиться того, что власти отказались от строительства транзитной трассы к чемпионату мира по футболу. Жители выступали против проекта, поскольку строительство дороги предполагало уничтожение исторического ландшафта, снос жилых зданий и вырубку почти полутора тысячи деревьев уникальной грабовой рощи, посаженной более сотни лет назад. Новая трасса, с проектом которой жители согласны, пройдет в обход Пионерского. Таким образом люди победили, что подтверждает старый принцип – везет тому, кто везет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok